Друзья, многочисленные подписчики, которые заинтересовались моим курсом «Интегральное душепопечение», спрашивают меня о том, чем этот поток курса отличается от всех предыдущих потоков. Что в этом потоке будет иначе? Я здесь для того, чтобы ответить на эти вопросы. Что человек получит по результатам прохождения курса «Интегральное душепопечение»? Он получит все, что необходимо для того, чтобы иметь базу психолога-консультанта. Внутри курса, теоретически, по всем ключевым вопросам, к которым люди обращаются психологам, психотерапевтам, даже психиатрам. Базовый материал теоретически там есть. Более того, курс отличается от просто просмотра моих видео или видео других авторов тем, что здесь есть возможность интерактива. То есть, например, ты посмотрел видео, ты что-то узнал, тебе что-то понравилось, но критерий того, что ты понял, может быть твой непосредственный разговор с твоим учителем, преподавателем. Если ты умеешь изложить полученный материал, то ты понял. И это теоретическая часть. Практическая часть. Насколько ты уверенный, компетентный, целостный, душевный психолог, психотерапевт проявится только в том случае, если ты покажешь мастерство консультирования в реальном формате, что происходит здесь у нас на семинарах интенсивная терапевтическая жизнь. В этот курс заложено огромное количество методов и подходов различных психологических, психотерапевтических школ к работе с внутренним миром человека. Здесь не только разговорный жанр терапии, но и телесно-ориентированной терапии, и навыки самопрезентации для того, чтобы позиционировать себя в интернет-пространстве как психолога-психотерапевта, потому что очень много сегодня людей с диплом психолога, которые внятно рассказать о том, почему на консультацию стоит сходить именно к ним, не могут. Или знаете, еще такие есть психологи, которые говорят, вот я получил диплом психолога, я тренируюсь, за 500 рублей можете записываться ко мне, но кто же тебе доверит свою бессмертную душу, если целый час ты будешь в ней копаться за 500 рублей. Это не показатель компетентности психолога-психотерапевта, а показатель скорее всего того, что он не социализирован, он не умеет себя донести. И в этом смысле отдельное время мы посвятим как доносить себя и как говорить уверенно, компетентно, логично и в то же время очень-очень человечный. Вот в этом курсе, в этом потоке, в отличие от других потоков, у нас больше логического материала, потому что в начале своей терапевтической практики я считал, что душевного контакта и принятия достаточно для того, чтобы человек мог как-то почувствовать себя и ссылиться и двигаться по жизни дальше. Мы здесь говорим, применяя знания, кстати, психиатрии, что есть какие-то пороги, барьеры развития и профессионал всегда способен увидеть, где находится порог развития и говорить с человеком, исходя из его порога развития, не разговаривать сложными психологическими терминами, не превращать человека в модель для реализации своих психологических знаний. Здесь очень много будет нюансов, которые не были предусмотрены в предыдущих потоках, но в силу того, что я как преподаватель, как консультант, за это время, как душепопечитель, за это время поисследовал огромное количество ценного материала для того, чтобы иметь навык тончайших различий и не работать с диагнозом человека, а работать непосредственно с человеком, учитывая многообразие диагностических вот этих сочетаний, которые в человеке есть. Да, мы здесь и оцениваем, и диагностируем, и выставляем, ну, то есть и находим определенные тончайшие нюансы. Мы как бы через боль и рану проблематики, которые человек переживает, испытывает, вникаем в его глубинную суть, в его базовую операционную систему, в то пространство, из которого происходит управление человеком как личностью, находим тончайшие нюансы, где его жизнь вышла из зоны управляемости и, безусловно, передаем практику, навыки, упражнения и, самая главная, способность мыслить логически, способность выстраивать причинно-следственные связи между тем, где он находится сейчас, и тем результатом, который он хотел бы получить. Первая и самая главная методологическая практика, если хотите, инструмент вашей терапии. Это ваша личная сбалансированность, целостность, осознанность, ясность, логичность и компетентность в вопросах психологии, психиатрии, психотерапии. Этот курс для многих людей стал и, надеюсь, для вас станет курсом, прежде всего, личностного роста. Знаете, есть такое хорошее выражение, что психотерапевт – это менеджер по связи с внешней реальностью. Вот. У нас внутри и в головах у большинства людей существует некая картинка мира, мировоззрения. И когда реальность буквально стучится, иногда прям молотком долбит вас по кумполу и говорит «я иная, твои представления ложные». Мы еще сильнее баррикадируем эту стену, мы интровертируемся, мы замыкаемся, мы обижаемся на несправедливости этого мира, даже к Богу предъявляем претензии. А реальность именно такова и больше не какова. Или мы выходим за пределы своего построенного воспитанием, образованием, социокультурной средой и религией, построенных фильтр и стен, или же мы укрепляем эти стены, когда реальность пытается достучаться и сказать нам о себе. Ну, особый акцент здесь, и это вообще-то хлеб любого психотерапевта, это прежде всего партнерские отношения. То есть мы находим более-менее подходящую кандидатуру, дорисовываем ее ожидаемыми чертами, причем это происходит взаимно, и при первом понимании, что наша версия, наша дорисованная картинка не является, не соответствует реальности, мы начинаем партнера перевоспитывать. Тот, у кого привязанности меньше, а логики и здравого смысла больше, уходит из таких отношений. Мы также говорим о том, что есть люди, которые потенциально не способны к супружеским, партнерским отношениям, и я даю критерий, как на входе узнавать это. Не когда уже у вас там ипотека, дети и совместно нажитое имущество, а как на входе внимательно присматриваться, как наши биохимические механизмы портят картинку, ясность, искажают ясность восприятия, и мы проецируем свои лучшие ожидания на другого человека, и таким образом пытаемся сыграть с ним в эту игру, а он или она почему-то не играет. И мы, как дети, с которыми не играют в песочнице, сидим и плачем, идем к доктору, говорит, она не хочет со мной оставаться. Отдельная тема у нас, конечно, будет это зависимость, алкоголизм, наркомания, которые создают те серьезные когнитивные нарушения, при которых здоровые партнерские отношения, мягко выражаясь, маловозможно. Даже если человек находится в состоянии устойчивой ремиссии. Здесь мы внимательно исследуем, изучаем прошлое нашего партнера и смотрим, является ли он, приходя в нашу жизнь, тем, кто собирается строить с нами отношения. Или человеком, который собирается, вообще-то, ну, регрессировать в ребенка для того, чтобы получать ту самую пресловутую, безусловную любовь. В этом потоке курса будет больше трезвости, больше цинизма, здорового. Но при этом будет доброта и человечность, потому что, ну, а как без них? Однако, если в нашей жизни слишком много эмпатии, слишком много моральных, нравственных признаков, и вот это вот пообещал, надо терпеть, то в какой-то момент по жизни мы проигрываем. Вот это акценты внимания, где мы, где наше восприятие другого человека было просто нашей проекцией, а другой оказался не таков. Как это распознавать на входе? Как распознавать клиентов, притворщиков, которые приходят к вам, психологам, психотерапевтам, и готовы платить деньги за то, что вы их напитаете вниманием и значимостью, но вовсе не потому, что они хотят развиваться? Как предъявлять подобные ходы в консультировании клиенту и, не боясь просто, простую вещь, что вам за это не заплатят? Потому что, когда вы говорите о серьезности жизненных ситуаций, об отказе в поглаживании, ваши клиенты могут обижаться и уходить. Я не за то, чтобы конфронтировать на входе, но я за то, чтобы хотя бы вникать, понимать и распознавать, и не быть в плену гуманистической парадигмы, где все надо долюбить, допринять, досогласиться, и от этого человеку становится легче. Кому становится легче? Человеку или его симптомы? И этот вопрос открыто я оставлю на нынешнем потоке. В современном мире, в котором уровень, количество психически нарушенных людей развивается экспотенциально, я считаю, что каждому человеку, который считает себя культурным, развивающимся, социально адекватным, хотя бы один курс, а лучше три по практической психологии необходимо провести. Потому что если вы принимаете сотрудника на работу, если вы пытаетесь создать семью или обретаете круг близких и друзей, то если вы являетесь инициатором, скорее всего, энергии у вас много для того, чтобы вдохновить, пригласить и что-то сделать из ранее перечисленного в конкретном взаимодействии. Но очень часто люди являются негодниками, они негодны, они хитрые могут быть, они могут поступать неэтично, жёстко и эгоистично, и если вы не умеете профайлить этих людей на входе, вы будете раз от разу проигрывать. Это просто курс личностного роста и развития. Это же ведь и про педагогику, про воспитание детей, если кому-то это ещё интересно. Целая глава у нас будет посвящена теме сексуальности, и она у нас такая табуированная. Есть у нас темы про работы с внутренними образами и символами, про интерпретатора, как наши интерпретации тех или иных явлений. Смотрите, мы же говорим, произносим одни и те же слова в жизни, в текущий момент, а понимаем эти слова, и значения этих слов отображаются в душе, в психике по-разному. Например, я могу сказать, ну вот, например, чти отца твоего и мать твою. А если папа был алкоголиком, а мать была холодной, как вообще-то это всё чтить? И очень часто, попадая в парадигму религиозных заповедей или вот этих психологических парадигм насчёт того, что надо восстановить связь с родом, человек, который вышел из своей родовой системы, начинает что-то там принимать и чинить в своей голове, ему хужеет почему-то. Более того, в курсе я отчасти коснусь критериев отношения к тем или иным психологическим, психотерапевтическим школам. Обычно основатели этих школ, они интересные, замечательные, харизматичные люди. Но трансляторы не всегда. Поэтому то, что человек пошёл там в гештальтерапию, пройти гештальтерапию какой-нибудь, или, например, остановки, он попадает в руки ведущего, который сам трансует и находится в какой-то глубокой собственной субъективности. Ты открываешь свою психику, ты доверяешься этому специалисту, а потом вдруг ты понимаешь, что вообще ничего в жизни не понимаешь. То есть энергии стало меньше, логики и понимания стало меньше, и человек ухожает. Мы сейчас имеем социум общества, в котором есть определённый риск травмироваться и в терапии, получить какую-то неадекватику после погружения в трансовое состояние через различные религиозные практики. И здесь моя задача – дать критерии и поразбираться вместе с вами с этими вопросами. Вот поэтому этот курс, он носит общий гуманистический, общечеловеческий характер, а не какой-то особый спецкурс. Для людей, которые впервые соприкасаются с темой, это будет курс личностного роста и развития. Для людей, которые уже прошли одну или две или три терапевтических школ, этот курс сможет интегрировать, помочь интеграции этих школ и в то же время выработать свой индивидуальный стиль. Это фактически будет переподготовка. Причём свой индивидуальный стиль вы будете вырабатывать не благодаря мне, а благодаря тому, что мы будем вместе осмыслять те или иные спорные утверждения, которые я буду внутри курса озвучивать. Курс дискуссионный. Я не гуру и не носитель особой прогрессивной парадигмы. Я человек, который обучает мыслить вместе, а не даёт какие-то готовые ответы на вопросы, на которых ответов не существует, в принципе. Меня спрашивают, почему так долго идёт курс интегральной души припечения. Вообще-то это недолго. Девять месяцев — это вообще-то срок беременности. Это оптимальное время, в котором можно, с моей точки зрения, вместить базовые подходы, методики, идеи, консультирования. Если, например, вы изучаете гипнотерапию, я вполне согласен, что трёх месяцев, ну, как бы на понимание базовых процессов достаточно. Если вы изучаете NLP, там существует девять ступеней, по крайней мере, в каноническом курсе. Вот. Курсы NLP практики. Если курсы NLP мастер, там тоже где-то за три недельки вы интенсиво можете обучиться. Знаете, тут есть ещё очень важный момент. Процесс усвояемости. Смотрите, вот, не случайно, когда вы учились в школе, урок длился 45 минут. Потому что где-то, ну, сознание уже, начиная с пяти-шестиклассника, через минут 30-40 ребёнок уже не воспринимает. И поэтому нужно побегать, порезвиться, перемена какая-то, чтобы выйти из состояния обучения, которое тоже, кстати, состояние транса. Вот. И как-то подвигаться, что-то изменить, о чём-то другом поболтать. То есть переключить систему обучения. Я подумывал, как только рождался курс, о том, чтобы просто людей сюда загрузить, в центр отчий дом, и обучать их, например, три месяца подряд, с утра до вечера. Я бы это смог потянуть. Но вопрос, что нельзя впихнуть невпихуемое, в какой-то момент... Ведь смотрите, это же не просто знания, которые нужно просто запомнить, и просто вот как алгебру, там, геометрию, или там правила русского языка. Хотя и там тоже необходима порционность. Каждая тема перелопачивает вас изнутри. Она заставляет вас рефлексировать, задуматься. В течение курса несколько раз, я вам это обещаю, шесть или семь раз, но лучше девять. У вас будет падать чувство того, что вы вообще-то эту жизнь понимали до того, как встретились в курсе. Это очень непростой кризис, когда я вдруг понимаю, что в тех или иных вещах, в тех или иных вопросах я особо не разбирался, не понимал, и мне нужно начать задуматься, начать разбираться, искать еще точки описания. Это влияет на самоуверенность, на самооценку. Но каким образом? А, у меня есть недостающие знания. Если человек с хрупкой самооценкой, он просто падает в обесценивание себя, увидев, сколько его он еще не знает. Но старина Сократ, а вместе с ними апостол Павел, говорил, что тот, кто считает, что он чего-то знает, не знает это так, как должен знать. А Сократ говорил, я знаю, что я ничего не знаю. Понимаете, потому что мир развивается стремительно, и в наше сознание постоянно попадают новые данные, и иногда эти новые данные противоречат уже существующим данным. Ну, давайте для примера возьму вот эти все нутрициологи, которые учат, что можно есть, что нельзя. У них парадигм это меняется раз в два-три года. То можно было кефир пить на ночь, то, говорят, сейчас вредно. Понимаете, то нас учили в советское время, все есть с хлебом. Сейчас говорят, что хлеб и глютен. То есть парадигмы меняются. И для того, моя задача не обучить огромному количеству парадигм, а встроить в вас вот этот, как его назвать, чувство сменяемости и способность взаимодействовать, реагировать с новой реальностью, с обновляющейся реальностью, с новыми данными, с новыми поступающими мировоззрениями и так далее и тому подобное, поступающими данными о смене парадигм. Особый акцент я делаю в этом курсе на этических вопросах, потому что человек может быть психологически проработанным, знать хорошо базовые, социальные, вот такие, да, диагностирующим, но может быть вполне неэтичным. я очень точно и конкретно объясню, почему быть неэтичным это невыгодно для психолога, для психотерапевта. Создавать манипулятивные схемы, привязывать клиентам в себе на многолетнюю терапию, почему это неэтично, почему терапия, психотерапия может быть лишь эпизодом жизни, но не самой жизнью и не по жизненным сюжетам. вот, девять месяцев с двумя месячными перерывами между триместрами это оптимальное время для усвоения, более того, своим ученикам я оставляю возможность еще в течение года иметь доступ к курсу, потому что у каждого там дети, внуки, переезды, война, там, чего там, и какие-то такие, смерть близкого человека, разводы, что-то случается, и нам не до курса, нам бы удерживаться в себе, но с другой стороны, люди, которые, несмотря на сложные обстоятельства, продолжали изучение и поставили себе это в некое долженствование, они говорили, что курс, в сложных ситуациях помогал мне жить, выживать, и там я находила ответы, или находила ответы на текущие возникающие вопросы. Это же не о том, чтобы побыстрее пройти, это о том, чтобы провести время в общении с интересными творческими людьми. Вот, потому что психотерапия, с моей точки зрения, это творчество, а не работа по алгоритму. Вот, это вот, ну, есть такие алгоритмические профессии, ну, скажем так, как кассир на кассе или автомеханика, где просто нужно по алгоритму действовать, при этом ты можешь просто хорошую аудиокнигу слышать и не вникать, особенно в то, что происходит во вне. Курс требует глубокого вникновения в себя, и он устроен так, что каждый раз ты проходишь эту ту или иную тему через себя, изнутри себя. Вот, поэтому это нельзя быстро сделать, это можно сделать глубоко и с удовольствием. Ну, знаете, вот есть люди, которые приходят в кино, например, смотрят, интересный сериал вышел на Нетфликсе какой-нибудь и там 10 серий, но если ты подписываешь, что на 10 серий, зачем заглядывать в последнюю серию и смотреть, чем все закончится, так неинтересно. Интересен сам процесс, вот мужское это результат, а женское это процесс, поэтому в нашем курсе идеальный баланс соблюден между мужским подходом, то есть цель стать, например, психологом, психотерапевтом, консультантом, вот, а женский аспект это что? Это получить удовольствие от процесса и поверьте, удовольствие и огромного количества пульсирующих, меняющих, меняющихся эмоций будет очень много, согласитесь. Вопрос от нашей поспящицы из YouTube сколько в неделю занимает время обучения на курсе? Курс устроен таким образом, что в нем есть обязательные компоненты и в нем есть дополнительные компоненты и на каждый день вместо того, чтобы как библиотекарь старым в библиотечном формате выдавал книжки, я выдаю по четвергам, это базовый день, когда у нас начинается обучение, по четвергам начинается каждую неделю. В четверг вы получаете четыре видео, из них вы можете посмотреть и законспектировать только два, этого достаточно. но если вас тема зацепила, вы можете исследовать и смотреть все четыре. По пятницам у нас девять видео, они бывают небольшие от десяти минут до пятидесяти, но вы сами выбираете по названию видео, то есть у вас есть выбор, это не обязательно вот чтобы это непременно было ну то есть все весь материал просмотреть. Вы можете к этой теме вернуться, например, оказавшись на шестой неделе, вы вдруг поняли, что вы теперь понимаете, что было на первой, которую пролистнули, потому что казалось, что это не для вас. Итак, из девяти занятий я требую кратеньких конспектов шести, суббота это вопросно-ответная встреча, и там задаются вопросы к курсу, записанные ранее, но обычно если вопросы возникают у кого-то одного, то скорее всего и других они могут возникнуть. В воскресенье иногда есть дополнительные занятия, иногда их нет, но воскресный день можно посвятить просто тому, чтобы отдохнуть или доработать предыдущие. Значит, потом у нас понедельник, по понедельникам у нас или особые учебные темы или где-то с пятой шестой недели начинаются реальные терапевтические сессии, записанные ранее. И человек приходит на реальную консультацию и вы наблюдаете за моей терапевтической работой, как это происходит. очень часто люди, которые просматривают реальные терапевтические сессии, они настолько увлекаются сюжетом, что забывают о том, что самое главное освоить методологию, то есть исследовать, какие терапевтические ходы я, я как учитель, преподаватель использовал для того, чтобы вывести, дать человеку больше энергии и дать больше ясности в его сюжете. там у нас бывает по понедельник от четырех до девяти видео, и вы можете смотреть, например, консультационные сессии, например, отношения с токсичной мамой, для вас актуальны, и вы смотрите, как я провожу, и если вы проходите ассоциированно, то есть сопереживательно, вы в терапии другого человека прорабатываетесь и сами. Вот, и по вторникам, ну, это фишечка нашего курса, мы, я выкладываю один или два художественных фильма хороших, которые рекомендованы к просморту, для того, чтобы человек лучше усвоил пройденный ранее материал. И таким образом, сколько выделять времени на курс, решаете вы сами. Преподаватель курса внимательно прочитывает и присматривает ваши конспекты, указывает на терминологические неточности или недополнятости тех или иных идей. Ну, если все отлично, просто он поставит вам сердечко, звездочку или солнышко, или вот такой значок, знаете. Вот, и таким образом, вы поняли. Но поняли ли вы, как это применить практически, обнаруживается это на семинаре интегральной душепопечения, интенсивная терапевтическая жизнь, которая здесь проходит в центре дом, четыре раза в год, куда приезжать нужно тренироваться. Если вы думаете, ну, я это все изучу, приеду и пока там побуду на этом семинаре, получу красный сертификат. Нет. Сначала вам нужно, ну, то есть не факт. Иногда люди, которые теоретически хорошо усвоили материал, в практической работе консультанта ничего не могут поделать. Поэтому я рекомендую, когда вы видите, что в центре учить дом, вы можете видеть, это на моей страничке проходит очередной семинар интегральная интенсивная терапевтическая жизнь, приезжайте и учитесь консультированию уже находясь на курсе вживую. Мы находимся недалеко, 450 километров от Москвы, до нас ходит прямой поезд, тут прямо окна, останавливается. И здесь можно расположиться, пожить, разместиться, вас вкусно накормят, дадут вам хорошую уютную кроватку, свежий воздух здесь у нас, Волга рядом, но это не главное. Главное, что здесь собираются люди, которые хотят пройти курс, проходят курс, или просто приезжают для решения своих утонченных психологических проблем. уникальных. В чем-то проблема каждого уникальна, но в чем-то, согласитесь, мы сталкиваемся с одними и теми же трудностями, затруднениями. Если находясь на семинаре, вы наблюдая за тем, как работает тот или иной человек со своей проблематикой, все-таки рискнете сами сначала побыть в роли клиента, потом в роли терапевта, потом в роли супервизора, в какой-то момент ясности энергии добавится. Поэтому я рекомендую тем людям, которые собираются на курс, тем, кто зарегистрировались на него и уже внесли предоплату за обучение, приезжать в центр тогда, когда здесь происходят семинары, чтобы вы видели вживую, что такое консультирование, как это работает. Вы сможете консультировать по скайпу только в том случае, если вы освоились в реальном формате с тем, как происходит групповая терапия и с тем, как индивидуальная терапия происходит, когда вы вживую видите друг друга. Тогда навык консультирование в скайп у вас получится. В противном случае это будет имитацией, потому что настроить сердечный контакт, ментальный контакт в скайпе гораздо сложнее, чем в живую. То есть тренироваться нужно на живых людях. Тем людям, которые приезжают сюда, знаете, вот такая штука есть, ну вот как же не навреди, а как же вот случайно если я начинающий психолог, вдруг могу навредить, если человеку уже плохо от того, что ты с ним просто поговоришь, хуже ему не станет. Это сто процентов. То есть хуже, мы верим в то, что хуже у всех уже было. Сейчас будет только лучше. Первый шаг любой консультации, навык консультирования это настроить душевный сердечный контакт с человеком. А там уж как пойдет. Сложится или не сложится, как терапевту принимать поражение, нерезультативность собственно. Это очень важный навык тоже, потому что иногда человек начинает свою терапевтическую карьеру, у него почему-то не проворачивается, чувствует, что эффект нет. Человек ушел таким же, как и пришел. Не всегда это ваша ответственность, но принимать собственные поражения, учиться на своих ошибках, это очень важное качество. И отчасти целую неделю мы посвятим тому, как не выгорать. В личной жизни, в профессии, в терапии мы об этом говорим. У нас целая тема будет посвящена этому. Итак, 40 недель, 9 месяцев и еще год доступ к курсу будет открыт в течение года после его завершения. Многие психологи, психотерапевты, которые работают на своей энергии, на своей силе, на своей компетентности, сталкиваются с феноменом выгорания, когда уже ничто не в радость, когда люди записываются на консультацию, а тебе не хочется брать, уже тебе хочется блин, отдохнуть, уже надоели со своими проблемами и так далее. Это значит выгорание настигло. И существуют особые методы. Во-первых, восстановление себя в состоянии выгорания. Во-вторых, разрешение себе не консультировать и не брать клиентов, если ты сам ни в ресурсе, ни в порядке. И третье, научиться консультировать ну и из высшего. И для этого очень важно ответить себе на вопрос. Ты идешь к психологу, чтобы баблицо рубить? Или ты хочешь быть психологом, психотерапевтом, осознавая это как свою миссию, как служение, а не как способ зарабатывания денег. У хорошего терапевта, который служитель, ну давайте так, инструмент вселенной, человек, который реализует свою миссию в служении, ну представляет здесь интересы Бога, который есть любовь. Мы можем называть это разными вещами, но если соединен с большей мудростью, с высшей мудростью, с осознанием жизни как служение, если это в тебе есть, если это у тебя есть, то тогда эмоциональная усталость и выгорание от этого никто не застрахован. С этим возможно столкнуться, но это конечная категория эмоциональной энергии. но то, что мы называем духовной энергией, соединенностью, оно бесконечно. Вот, поэтому мы внимательны к своим эмоциональным состояниям у каждого психотерапевта, психолога, консультанта, душепопечителя. Важно, чтобы был круг друзей, круг людей, с которыми ты можешь быть просто человеком и которые не будут юзать тебя для того, чтобы под видом дружбы решать свои проблемы. Для того, чтобы ты их накачивал, самооценку, уважение и кидал им всякого рода ссылочки. Они же читать-то не будут. Ты перескажи кратко, чего там в этой книжке написано, и нам полегче станет. Вот, как отсекать пользователей, как отказываться от подобного рода иждивенчества, если у вас уже есть поток и дар. Об этом я, конечно же, обучу вас на курсе интегральное душепопечение с огромным удовольствием, потому что, смотрите, с 20 лет я занимался душепопечением, но как православный священник, и это колоссальный опыт, которого нету большинства психологов, психиатров, психотерапевтов. Это контекстуальное применение знаний. И уже около 20 лет, ну давайте там лет 17 я занимаюсь консультированием уже в таком общечеловеческом формате, неврелигиозном. Подчеркиваю, курс наш не является курсом какой-то религии или какой-то философского направления, или как мы не приверженцы здесь какой-то школы. Мы исследователи, честно исследуем с собой то, что дает нам те или иные направления религии для становления души и личности, те или иные направления психологии, те или иные направления философии жизни. Вот, мы здесь исследователи. Вот, и в этом плане нам важно в курсе продолжать жить личной жизнью. Если интересно искать мастеров для обучения, но единственное, о чем я вас попрошу, программа курса настолько насыщенная, что обучать, обучаться одновременно и какому-нибудь другому направлению психологии или кто-то там астрологию изучает, и находиться на курсе невозможно, невозможно служить двум господам. Когда вы закончите этот курс, наверняка другие возможности изучения я только приветствую. Но, пожалуйста, этот, условно говоря, год освободите для обучения полностью, потому что материал будет интересный, глубокий, обширный и требующий вдумчивого отношения и перелопачивания себя. Иван М или Н из Ютуба спрашивает меня о моей личной мотивации, зачем я вообще всем этим занимаюсь. Моя личная мотивация. Понимаете, мотивация это какая-то очень искусственная, в моем мировоззрении штука. Я не приветствую привычные коучинговые вот эти фразы мотивация, ресурс там и прочие вещи. Вот такие термины, которые чисто психологически в русском языке изначально не было. Поэтому я за то, чтобы говорить с людьми на обычном человеческом русском языке. И у нас будет даже целый материал, где я говорю о том, что переведи с психологического на язык нормальных людей. Вот эти мотивации. Но если взять термин мотивация. Я за то, что психолог владел этими терминами, консультант владел, но разговаривай по-русски, пожалуйста. Потому что если ты привносишь психологические термины в обычный терапевтический разговор без необходимости, это не профессионально. Итак, моя личная мотивация. У меня нет никакой мотивации вообще. То есть я утречком встаю, я понимаю, что я это делаю, даже без слова должен. Вот эти ролики, которые мы записываем здесь, семинары, я делаю, потому что мною это делается. Я никак себя не мотивирую, не подстёгиваю, и поверьте, даже деньги, полученные за курс, меня не мотивируют. То есть, мягко выражаясь, мне, я не заинтересован в большом или маленьком количестве на этом курсе. Я открываю этот курс как возможность обучиться и передать свои знания. Это передать знания, это потребность души, но не необходимость и не она такая спокойная. То есть, я вот сижу и если кому-то интересно мои ролики, я записываю ролик, смотрю, посмотрели за сутки 500 человек, а другой записал 1300, посмотрели за сутки. Ну, это показатель, что эти знания каким-то образом служат, помогают людям. Но у меня нет личной заинтересованности и нет мотивации. Я просто делюсь тем, что у меня есть и делаю это от полноты души. Ну, как-то немножко пошло, вульгарно звучит, но это для меня внутренняя правда. И я с огромным почтением и уважением отношусь к тем мастерам, к тем учителям, психологам, психотерапевтам, у которых, которые сознают свою работу терапевтическую как служение, у которых сначала идет движение души для того, чтобы исцелить страдания этого мира с помощью своих знаний, опыта и душевного, энергийного участия. я с настороженностью наблюдаю за теми людьми, у которых сначала два, тут доллар, тут евро, а тут рублик еще нарисован, и у которых деньги мотивируют на то, чтобы совершать эту работу. Да, кстати, у нас отдельный сегмент будет посвящен деньгам и правильным обращениям с финансовым. Это не про финансовую грамотность, а про то, как, какое место в твоей жизни занимают деньги, как подружиться со стихией энергии финансового потока, и как говорить, рассказывать, позиционироваться таким образом, чтобы людям хотелось у тебя это знание брать. Видите, на заре появления интернета очень много было курс продаж, таргет, маргет и так далее. Слава Богу, где-то к середине 2022-2023 года люди как-то подразобрались и поняли, что есть разница между красивой упаковкой, где кто-то харизматически рассказывает о том, что этот курс поможет вам стать счастливым и прочие вещи. Это все мы эту штуку раскусили, и сейчас критерий выбора курса, критерий выбора учителя для обучения у нас стал иным. И мне интересно, конечно, чтобы вы определились со своим критерием. Почему вы выбираете или не выбираете тот или иной курс. И у нас будет посвящена этому целая неделя. Ну, а свои мотивации я сказал, я будем завершать свои об отсутствии у меня мотивации. Я надеюсь видеть всех, кто досмотрел это видео до конца на курсе интегральной душепопечения. каждый раз как говорят таргетологи делая запуск я делаю это как последний запуск своей жизни. Мы не знаем сколько осталось нам, сколько осталось этой вселенной, но если мы остаемся в состоянии исследования движения, что-то глубинное, внутреннее, может быть это чувство интереса, любопытства, саморазвития нас двигает таким образом, что мы идем и мы получаем от самого удовольствия удовольствия от самого процесса обучения, а не только от конечного результата, когда у вас уже есть корочка, диплом, и вы имеете теперь моральное право назвать себя психологом, психотерапевтом. Это моральное право, это знаете как купленный холодильник. Пока копили на холодильник например три месяца, предчувствовали счастье от купленного холодильника, когда холодильник куплен, он уже не так интересен, как до момента покупки. также с автомобилем, холодильник уже в прошлый век его легко купить сейчас, но также с автомобилем, также с какой-то поездкой, смысл обучения в самом процессе обучения, получения удовольствия от глубокого самопознания, саморефлексии и загружа, загрузки в себя нового знания и наблюдения за тем, как привычные стереотипы, представления миксуются с новым знанием. Вот этой божественной алхимией вполне можно получить удовольствие на курсе интегральное душепопечение, а все описания здесь под ссылочками. Жду вас, друзья. Игумене в мини приглашает вас на курс интегральное душе попеченье Игумене в мини приглашает вас на курс интегральное душепопеченье Игумене в мини приглашает вас на курс интегральное душепопеченье Игумене в мини приглашает вас на курс интегральное душепопеченье Игумене в мини приглашает вас на курс интегральное душепопеченье душепопеченье Игумене в мини приглашает вас на курс интегральное Душа под печеньем Игумен Ельмени Приглашает вас на путь Интегральные Души под печеньем Души под печеньем Души под печеньем Души под печеньем